Люди, которые... Ладно. Фейерверк эмоций придется в себе подавлять. С 1 февраля материться в соцсетях запрещено. Подчеркнем, не только оскорбление, но и матерный выплеск. Воздух теперь табуирован. Администрации соцсетей и видеохостингов должны находить бранные выражения и блокировать. Чистка интернета, казалось бы, не нова. Но впервые она касается любого случая упоминания мата. Это часть нашего языка. Но вопрос только, как это использовать. У нас и разные части тела есть, мы же их не выставляем на показ. Часть великого и могучего, но пользоваться матом нужно уметь, читают на кафедре литературы Педа-университета. Ценители творцов, среди которых тоже были любители брани, уверены, в книгах мир сконструирован. Мат появляется не просто так. В отличие от соцсетей с их потоком жизни, где главная цель эпатировать. Эта лексика должна стать, ну скажем, в художественном произведении, как плод чего-то, да, там, какого-то, может быть, даже избыточно эмоционального состояния. А здесь, опять же, повторюсь, да, это опасно просто от того, что мы имеем огромную толпу пользователей в соцсетях. И распространение такой лексики, оно, ну, приводит только лишь к еще более низкому уровню культуры. Страдают от этого главным образом дети, считает филолог и признает. Если бы на соцсети можно было наложить возрастной ценз, как на книге, это бы решило проблему. О детском факторе говорит и барнаульский блогер Софья Сопрыкина. Если это делают дети где-нибудь в ТикТоке, то, конечно, мне это слух режет, и здесь я против на 100%. Но когда нецензурную лексику используют уже взрослые, состоявшиеся люди, причем иногда очень здорово и интересно вплетая эту самую лексику в свою речь, то смотрится и читается очень даже как-то гармонично. Но опять же, все должно соответствовать образу блогера. Мне нравится позиция, не нравится – не читай. Вот я за это. В жизни она старается обходиться без мата. В соцсетях давно приучила себя не выражаться. Подписчики ей подстать. Ругательство в комментариях скорее исключение. Но как быть руководителем соцсетей? Алексею Куреленку немного проще. У него паблик. Пост избранью не пройдет, любители ругаться предупредят о санкциях. Но видео очевидцев аварии без матов не обходятся. А коммунальные, социальные или актуальные политические проблемы в культурном поле не обсудить. И здесь у мата незаменимая функция, считает Алексей. Я не могу выразить иначе все, что происходит у нас в стране. Но слово «плохо» здесь не подходит. Есть статья 31 Конституции, когда люди могут собираться мирно, выражать свою точку зрения. Но это запрещено все уже. На улицах нельзя собираться. И в интернете нельзя говорить свои мысли. То есть людям закручивают гайки везде. И это потом приведет к деструктивным последствиям, очень серьезным. Есть и другие любопытные статьи закона. Если вашу информацию расценят как призыв несовершеннолетних на противоправные действия, или как недостоверную, придется отвечать. Если есть официальная цифра 500 человек вышла на акцию, то ты должен эту официальную двигать. Вот так. И ты не можешь исказить, если у тебя на фотографиях видео от очевидцев тысячи идут. То есть ты не можешь иначе подавать. Это тоже ограничение. Если запрещенный контент появится в соцсетях, обычные пользователи ответят штрафом в 100-200 тысяч рублей. Юрлицам это обойдется дороже – от 3 миллионов рублей. Так что цена выразится от души, возрастает. Анастасия Дорога, Николай Шелко. День с толком. День с толком.